здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в этом уроке это урок об обновлении компонента то есть сейчас как раз вышла новая версия заодно вам покажу как обновлять компонент и что нужно для этого делать если вы этот урок смотрите первым то есть если вы не смотрели еще ни одного урока из курса то я вам сразу настоятельно рекомендую закрыть этот урок и посмотреть его в самом конце то есть когда вы пройдете все 60 уроков самом конце вы посмотрите данный урок и так вышла стабильная версия самой джумы 350 сейчас также покажу как и обновлять если конечно вы еще не обновились у вас должно высвечиваться есть вот такое сообщение сегодня 24 число март 2016 года и вот уже обновление у нас доступно 350 перед любыми вообще вот такими серьезными шагами обновлениями или обновлениями расширения всегда нужно подстраховаться и сделать резервную копию всех файлов это делается на хостинге на этом хостинге как говорят разработчики бэкап происходит каждый день автоматически в 7 часов утра так что если вы какие-то вносили изменения дождитесь следующего дня и после 7 утра можете смело обновляться но обновляем сначала джуму кликом на кнопку обновить сейчас нажимаем вот здесь следующую кнопку установить обновление и ждем процесс обновления нашего джума сайта ждем до победного пока мы не увидим вот такую надпись ваш сайт был успешно обновлен версия джума 350 выскакивает вот такое же сообщение здесь конечно если хотите в эту углубиться можете перевести посмотреть и она же выжимаетесь на кнопку never никогда не показывать от сообщений и не брать статистику очищаем кэш принципе можете даже бэкап не ждать потому что я обновлял у меня никаких проблем не было но лучше конечно подстраховаться все джума 35 вот здесь это видно теперь как обновить компонент во первых мы зайдем сначала компоненты джума касса у нас вот здесь вот высвечивается сообщение доступно обновление 3510 версия переходим расширение менеджер расширений и в папке с уроком будет папка расширение открываем ее и находим ком джума касса 3510 и обычным способом устанавливаем запустить и установить на этой странице сейчас ждем высвечивается ошибка это у нас скорее всего из-за хостинга на локальном хостинге без проблем все обновилось кликом на кнопку вернуться в панель управления есть перейдем сам компонент у нас показано что у нас версия обновилась но так нельзя допускать если ошибка какая-то вылезла нам нужно точно знать что у нас все хорошо легло поэтому мы сейчас пойдем вторым путем мы установим из папки как мы с вами уже это делали открываем программу файл зила далее на компьютере создаем папку перекидываем туда компонент папку называем например двойка открываем и распаковываем наш архив сюда компонент отсюда можно вырезать и вернуть на место данную папку нужно нам закинуть в папку tmp заходим в данную папку здесь мы с вами помните устанавливали вот это вот отсюда можно уже удалить то есть единицу мы удаляем далее мы эту папку двойку вот в пустую вот это белое пространство переносим мышкой отпускаем и нам нужно чтобы все у нас загрузилась ждем процесса полной загрузки папочки номер 2 итак передача завершена далее мы переходим расширением менеджер расширений переходим установить из каталога ставим курсор ставим слэш и ставим папочку 2 то есть мы сейчас устанавливаем из папки обновление для нашего магазина нажимаем установить и ждем процесса установки у вас будет вот такое окно и мы ждем то есть если у вас вот так вот сообщение зеленое и все здесь состояние обновлено ведь я ничего не делал нужно подождать обязательно до конца пока вот такая страница не появится и должно быть такое сообщение обновление компонент успешно завершил в принципе вот таким способом вы сейчас видели ошибок у меня не было у вас тоже ошибок быть не должно если будет ошибка свяжитесь с вашим хостером провайдером напишите им об этой проблеме и так здесь показан стабильная версия теперь мы точно уверены что у нас компонент обновлен теперь будем смотреть вот на эту ссылку разработчиков данная ссылка будет находиться в текстовом документе в папке с данным уроком теперь мы посмотрим что у нас обновилась в новой версии компоненты 3510 новая функция и так смотрим первое быстрый просмотр продукта при наведении указатели мыши на изображении продукта покупателю будет показана кнопка для быстрого просмотра очень полезная мощная вещь давайте это активируем находится эта категория продукты в категории давайте перейдем значит настройки компонента категория прокручиваем ниже находим раздел продукты в категории прокручиваем ниже и находим раздел то есть это в обновлении новый появился раздел быстрый просмотр продукта быстрый просмотр по умолчанию отключено ставим показать изображение продукта показать описание продукта то есть уже на усмотрение что будет показа всплывающем окне то есть показать вкладке я не показываю описание продукта можно показать под изображением нажимаем сохранить переходим на наш сайт пока не смотрим что у нас вот так вот категории стали по две штуки мы это легко настроим там кое-что изменилось переходим в какую-нибудь категорию с товаром Вот у нас идут продукты в категории Вот смотрите, я навожу мышь И вот здесь вот видно кнопочка На любой продукт навожу Всплывает кнопочка, да, просмотр Если кликаем на эту кнопочку Всплывает вот такое окно Где мы видим кнопку быстрого просмотра Отсюда мы можем произвести покупку То есть это не заходя внутрь продукта Если мы кликнем по самому изображению Мы перейдем, как обычно, внутрь продукта Это первое обновление Смотрим следующее Обработка плагинами Это вообще просто мега вещь Они внедрили способность Обрабатывать плагинами И мы сможем теперь применять к продуктам К категориям К производителям Оформлять карточку товара С помощью плагина, например, Ultimate Shortcode С которым вы уже знакомы Из бонусных уроков По умолчанию у нас отключена данная опция Мы переходим в настройки магазина Прокручиваем ниже И находим вот такой новый параметр Здесь обработка плагинами И включаем его Сохранить и закрыть Я предварительно оформил один продукт Карточку товара Быстро набросал с помощью плагина Ultimate Shortcode Вот за счет вот этой опции интеграции Смотрите, я покручиваю ниже Можно вот такими красивыми блоками Оформлять товар Потом можно оформлять Всякими анимированными диаграммами Круговыми, например Вот видите, я сделал Можно сделать разными цветами их Можно прикрепить какой-то элемент для скачивания Вот кнопка скачать Если откликнем по ней Скачивается изображение Я прикрепил Можно ставить лайки Здесь будет показано Сколько скачали Сколько весит файл Сколько просмотрели Даже можно отдельно повесить Видите, галерею В каждый продукт отдельную По клику изображение увеличивается То есть тут уже надо Конечно, разбираться в данном плагине Смотреть, как это все работает По данному плагину У меня есть свыше 20 уроков В курсе Landing Page Оттельный дизайн Если вас заинтересует Можете приобрести данный курс И потом Лучше изучить данный плагин И потом применять его здесь В карточке товара Быстренько продемонстрирую То есть смотрите Мы заходим В какой-нибудь продукт Захожу, например, в телефон И теперь описание То есть все, что находится Вот в этой области Мы можем Например, вот это все описание Внедрить куда-нибудь в другое место Например, сделать спойлер Все, что угодно Смотрите, вот ставим курсор Чтобы мигал наверху Прокручиваем ниже У нас кнопки Видите, их нет Потому что мы обновили Joomla И в новой версии Joomla Кнопочки наверху У нас находится изображение И вот вставить шорткод Эта кнопочка появилась вот здесь Кликаем по ней И опять же С этим инструментом Нужно знакомиться Много чего есть Вот можно, например, взять Спойлер Или по-другому аккордеон Вот он наверху первый Кликаем сюда И здесь вам нужно Вот где содержимое Просто вот Между тегами спойлера Спойлер Там, где контент Вот эти слова Заменить на свои Если нужно больше ячеек Просто копируете Целиком, например, ячейку Копировать И вставить Уже будет 4 варианта И можно предпросмотр сделать И вот как будет выглядеть Вот видите Я покликаю Раскрывается список Где у вас может быть Какой-то контент То есть карточка товара Может быть какое-то Идти описание Ну или же Например Какая-то дополнительная Фотогалерея Демонстрирующая ваши Продукты Да Здесь, например Выбираем Медиабиблиотека Библиотека И уже вот сюда Обычный редактор Вы загружаете изображение С компьютера Потом вот так выбираете Здесь, например Вставляете Вот 3 штуки, например Ну и тут уже все по-русски Да Здесь уже просто читаете Подсказочки И выставляете Так как вам нужно Сразу можно предпросмотр Посмотреть При наведении на картинку Мыши Всплать такая лупа Да, при клике Да, картинка будет так открываться И просто нажимаем Вставить Вот благодаря Вот этой интеграции У нас есть возможность Очень красиво Индивидуально Абсолютно Оформить Каждую карточку Товара в отдельности Опять же Если присвоились Стиле от текста Вот видно Стало жирным Выделяем И формат Отчистить форматирование То есть сюда Нам не нужно Применять какие-то стили Нажимаем Сохранить Идем на сайт И обновляем страницу И вот вы видите Да, у нас сразу Идет Под товаром Несмотря на то Что у нас есть Тут своя галерея Мы можем Что-то дополнительное Здесь добавить В общем Это просто как пример Так, давайте Движемся дальше Ознакомимся Что есть у нас еще Следующее у нас Обновление Это быстрый заказ Добавлена возможность Включить кнопки Быстрый заказ В самом продукте Так, давайте Сразу посмотрим Как это включается Вот тут написано Конфигурация Продукт То есть мы заходим С вами Выходим с продукта Идем в настройки Это конфигурация Да Заходим В продукт Прокручиваем ниже И находим Вот здесь вот кнопка Быстрый заказ И чтобы она у нас Отображалась на продуктах Здесь нужно выбрать В списке Доставку То есть видите Вот все доставки Которые мы с вами создавали Они находятся здесь Ну я возьму Которую по умолчанию У нас форма заказа Нажимаем сохранить Идем на сайт И вот сейчас Здесь кнопочка Купить Обновимся Давайте Видите у нас Появилась такая Кнопка желтая Или оранжевая Быстрый заказ Если кликаем То есть нас выбрасывает Просто на обычную форму Быстрого заказа То есть это вот Новое нововведение Этого раньше не было В магазине И теперь Дизайн ее Если хотим сменить Заходим на вкладку Bootstrap Находим раздел Кнопки Ссылки Прокручиваем ниже И вот Быстрый заказ Здесь выбираем Тот цвет Который нам нужен Я например Хочу сделать ссылку Сохранить Обновляюсь И теперь у нас Просто ссылка Быстрый заказ И теперь Что касается Вот этого у нас Разделения На колонки У нас теперь тут По две Что произошло В следующем Обновлении Ширина блока Bootstrap Изменен способ Отображения блоков Категорий Подкатегории И продуктов То есть они убрали Вообще Такую возможность Выбора И заменили ее Вот видите Написано здесь На количество элементов Отображенных В одной строке 1, 2, 4 То есть у нас было С вами по 4 элемента Давайте все вернем Как было Переходим значит Категории И вот блоков В строке Мы просто Выбираем 4 То есть Если мы хотим Вернуть В первоначальное положение То нам нужно Сейчас вручную Вот это вот Изменить Потому что У нас были здесь Серьезные изменения Они вырезали Часть функционала Заменили на более Улучшенный Какой-то вариант Я не знаю Уж подробности Почему это Они сделали Но думаю Что это сделано Заменено Не просто так Вот видите Я вернул По 4 варианта Также Если мы зайдем В продукт У нас здесь идет Виде по 3 тоже Мы заходим В категории Я Прокручиваем ниже И находим Блоков в строке Также выбираем 4 Нажимаем Сохранить И обновляем Вот эту страницу И смотрим Что у нас все вернулось На круги Своя Это были основные Нововведения Также можете Почитать Исправление Дополнения Более внимательно Тут все описано Все показано Где это находится Это уже Сделайте без меня Обновился не только Компонент Обновились еще Дополнительные расширения Если вы их используете Их тоже нужно обновить Какие расширения Обновились Они также находятся В папке Расширения То есть Обновился Модуль Корзины Модуль поиска Модуль Просмотренные продукты И обновился Плагин Комментария Вконтакте Давайте их тоже обновим Переходим Значит В админку Жмем Отмена Переходим Расширение Менеджер расширений И по порядку Все установим Мод Джек То есть корзина Загрузить И установить Установка Модуль Успешно завершена Сразу Ставим Модуль поиска Конечно же Если вы эти модули Используете Если по каким-то причинам Вы их не ставили В процессе курса То естественно Их ставить не надо Это мы просто обновляем Так Обновился успешно И Просмотренные продукты Загрузить Установить Установил Все хорошо И комментарии Вконтакте Также обновим Все обновилось Что нового В новой версии Модуля Корзины Версия 3.4.1.2 Исправление Дополнение Исправлена Ошибка Ошибка Видите Для браузера Safari То есть Здесь можно Внутрь не заходить Больше изменений нет То есть Мы просто Внесли исправление Но каких-то Нового функционала Здесь нет Дальше Модуль поиска Версия Модуля 3.4.1.1 Исправление Дополнение Добавлен К форме Поиска Атрибут Такой-то Исправление Улучшение В коде Модуля То есть Тоже Думаю Что Какие-то Изменения Вносить Смотреть Думаю Тут Не нужно Поиск У нас Работает Все Отображается Как нужно Следующий Модуль Это Просмотренные Продукты Адаптивный Дизайн Новые функции Изменен HTML-код Модуля Для корректного Отображения На различных Устройствах Исправление Дополнение Изменен Параметр Макет Списка Возможны Значения Списка Удален Параметр Ширина Блока Давайте Зайдем Внутрь Посмотрим Что там Изменилось Переходим Расширение Менеджер Модулей Так Давайте Отсортируем Выбор Состояния Опубликовано Выбор Состояния Делан Не опубликован У нас Почему-то Он отключенный Возможно Из-за Обновления Давайте Зайдем Его Включим И Сразу Давайте Сохраним Зайдем В какой-нибудь Продукт Обновимся Так И смотрим Вот у нас Тут один товар Есть Давайте Зайдем Еще В какие-нибудь Товары Чтобы Там Их Было Несколько Чтобы Мы Могли Посмотреть Как Как Сейчас Это Выглядит Все Так У нас С вами Выглядит Все Не так Как Должно Быть Заходим В админку Макет Списка Попробуем Сделать Блоки Количество Продуктов 6 Давайте Сразу Сохранимся Обновимся Ну Вот У нас В принципе Блоки Вернулись Да Ну Остальные Уже Настройки Здесь Уже Все Мы Проходили С вами Читаем Если Что-то Хотите Изменить Изменения Внесете Уже Без проблем У нас Осталось С вами Посмотреть Плагин Комментарий Вконтакте Но Тут Изменений Никаких Нет Мы С вами Прошли Все Настройки Данного Плагина Обновление Вышла Лишь Стабильная Версия То Нестабильная Когда Мы С вами Устанавливали А Вот Сейчас Вышла Стабильная Версия Обязательно Обновитесь Настройки Там Все Те Же Мы С вами Обновили Магазин С чем Я Вас И Поздравляю Достаточно Веселое Такое Обновление Много Полезностей Я Этого Очень Долго Ждал Также Свой Магазин Я Обновил Надеюсь У вас Все Получилось А Я С Продолжение следует